Добрый день, Татьяна Меликен, Лента.ру. Мы много говорим об экономике в эти дни, и Китай действительно мощная экономика, у него очень ампциозные планы. Нет ли опасений, что рано или поздно, если всё, что планируется в шёлковом пути, реализуется, Китай экономически поглотит, в том числе и Россию? Сможем ли мы устоять под этим натиском? Вы знаете, Россия не та страна, которая чего-то боится. И уж точно совершенно действия Китая не направлены на какое-то поглощение. Ведь мы принимаем решения совместно, и мы не принимаем решения, которые идут нам во вред. Мы соглашаемся только с такими предложениями, которые идут нам на пользу. А если это идёт нам на пользу и в развитии нашей экономики, то здесь чего же плохого? Грех не воспользоваться теми возможностями, которые возникают в результате этого сотрудничества. Россия – страна открытая для сотрудничества со всеми странами, и Китай демонстрирует сегодня такую же открытость ко всему миру. Ведь, знаете, я вчера встречался с некоторыми представителями крупного бизнеса, не нашего, и услышал от них такие оценки. Ну, собственно говоря, по-моему, я даже где-то сказал так аккуратненько. Они говорят, что при открытии я немножко пробросил вчера на открытие в своём выступлении, а потом вечером получил подтверждение этого своего собственного тезиса в разговоре с крупным бизнесом, кстати, европейским. Они говорят, вот удивительно даже, сегодня Китай демонстрирует наибольшую открытость и приверженность открытой экономике. И наоборот, те страны, на которые мы всегда ориентировались, как на локомотивы открытых рынков, демонстрируют такие действия и такие идеи, которые нас пугают. Так что при вот такой политике никаких уроков никогда никому не будет создана.